Мы рады вас приветствовать в Московском городском педагогическом университете на всероссийской просветительской акции «Исторический кроссворд». Вместе с нами пишут еще семь городов и всего у нас 14 площадок. Да, очень понравилось. Очень интересно и увлекательно. Я пришел с учителем в истории, своим любимым учителем. Кроссворд – это такая возможность замечательная каждому человеку проверить себя. Видно было, насколько народ интересуется и старательно решает. Мне очень понравилось, что все было так организовано. Я увидела детей, которые были как младшего возраста, так и старшего. Весь набор возрастов – люди почтенного возраста и совсем детки, и мамы с детьми, и, в общем, школьники. Это, конечно, потрясающе. Задание интересное, эрудирует. Позволяет расширить кругозу, я так считаю. Очень интересно. На проверке тоже видно было, насколько эмоционально люди реагируют на совпадения, несовпадения. Мы отвечали не на те вопросы, которые мы знали, но еще что-то новое. Мы получили новые знания, познакомились с умными людьми. Очень интересный формат для проведения времени с пользой. Занимательное мероприятие «Душевное воскресенье». Данная акция очень полезна, очень познавательна, и она демонстрирует то, что историческая наука – это очень увлекательная. Это будет хороший стимул еще дальше заниматься самообразованием и просто знать больше, и понимать, чего ты стоишь в этом мире. Я рос, в принципе, в атмосфере большого знака вопроса, что было до меня. Я старался это изучить. Это хобби. Историю нужно знать. Я живу. Это мое увлечение. Просто мое увлечение с детства. Я считаю, что самую базу страны, где ты живешь, знать надо. Даже не имея какой-то исторической направленности в своей деятельности, тем не менее, любопытно всегда в истории узнать что-то новенькое, попробовать свои силы. Если ты забываешь свою историю героев и традиций, как говорил Лев Толстой, то страна вымирает, и народ тоже. Через историю мы можем познать другие эпохи, и через познание других эпох чуточку, может быть, лучше понять самих себя. Вопросы, они поданы в очень необычной форме. Каждому был свой подвох, но это придавало интерес. Они сегодня закопались в своих знаниях и в литературе, и в истории. И они к фильму пришли и сказали, что нам надо посмотреть такое кино. Кино «Освобождение» — это мы смотрели и помним его. Сложно было на вопросе, где отрывок из фильма, там реально сложно было. Так, я смотрю советские фильмы, но у меня актер был похож на одного из актеров из советского фильма «Капитан счастливой щуки», и я подумала, почему бы и нет, но оказалось неправильно. Самый простой — это… Первый «Красворк»? Да, первый «Красворк». Самый простой вопрос — это, разумеется, ребусы. Простые. Я не увидела там простых вопросов. Были средние сложности и сложные. Отличная идея с ребусами. Вот нынешнее современное поколение с клиповым мышлением — это для них то, что доктор прописал. Самым сложным показалось задание «5» с этикетом, а самым простым — «Красворды». Нам было не очень сложно, но интересно. Даже спорили между собой, ну, еле успели уложиться во временные рамы. Ошибся только в фотовопросе, к сожалению. Не похож был актер на Рокоссовского. Самый сложный вопрос по картине, где надо было ответить Жукова и Рокоссовского. Так как мы еще не проходили, но читал книги и увлекался очень этим, поэтому я ответил. Это очень важный мероприятие прививает, ну, любовь к нашей истории, патриотизм. И если оно будет ежегодно проводиться, мы всегда будем здесь и будем рассказывать всем знакомым. Стоит продолжать, стоит развиваться, становиться шире. Благодарю, что был яркий, красочный буклет, ну, и удачи, и успехов. Мне кажется, такие акции будут полезны и взрослым, чтобы возобновить свои знания, и детям, которые расширяют свой кругозор. Развитие, чтобы больше присоединялись в университет, в библиотеку. Я обязательно буду сам участвовать и всем своим знакомым буду советовать. Желаю успехов и очень надеюсь на продолжение ее и в дальнейшее развитие. Мне понравилось только то, что, ну, подглядывали. Ну что ж, вот и закончилась наша всероссийская просветительская акция «Исторический кроссворд». Было много народу, был большой интерес, были хорошие положительные эмоции. Мы поговорили с участниками самого разного возраста. Нам показалось, что всем понравилось. К нам были просьбы продолжить эту акцию. Будем думать над совершенствованием формата, над содержанием заданий, над тем, чтобы изучение истории, как нашей Родины, так и всемирной истории, было для всех интересным, увлекательным, полезным. И до встречи опять на всероссийском историческом кроссворде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова